Вузам с признаками неэффективности дали еще один шанс. По результатам мониторинга Минобра таковыми признаны три вуза в Чувашии. Два государственных – это Педуниверситет и Институт культуры, а также один частный – это Региональный институт технологии и управления. Накануне судьбы вузов обсуждались на заседании рабочей группы межведомственной комиссии по оценке эффективности вузов в Москве. А сегодня о выводах комиссии говорили на коллегии Минобра в Чебоксарах, где подвели итоги работы за год. Встреча в широком формате прошла в стенах Педуниверситета, который уже дважды признавался вузом с признаками неэффективности. В мониторинге Минобра участвовали 22 учреждения, находящиеся на территории Чувашии. В этом году это не только государственные, но и частные. И вот что сегодня о судьбе Педуниверситета сообщил глава профильного министерства Владимир Иванов. За год прошедший вуз сделал очень значительный вклад. По всем показателям, как 5 показателям, которые были, положительная динамика, очень хорошее прогрессирующее движение. И тот план, или точнее даже программа развития вуза, сегодня притворяется в жизнь. И комиссия отметила, что вуз проявляет признаки эффективности. И дали еще шанс один год, чтобы выйти или пройти пороговое значение. Поэтому педагогический вуз будет существовать, функционировать самостоятельно. И есть все основания для этого. Что касается судьбы Института культуры, то на данный момент его также отстояли. Вуз финансируется из республиканского бюджета, и там готовятся нужные республики кадры, призванные в будущем сохранить национальную культуру Чувашия. Институту предстоит разработать программу развития, как это сделал педуниверситет, а потом целенаправленно работать по документу. Удалось сохранить и частный вуз, сообщил Владимир Иванов. В будущем предстоит большая совместная работа и со стороны руководства учреждений, и со стороны республиканской власти. Вместе с тем на совещании обсудили итоги отрасли и задачи на будущее. Как отметил глава республики Михаил Игнатьев, в Чувашии сформирована эффективная общеобразовательная сеть. Функционирует свыше тысячи учреждений, в которых обучаются более 317 тысяч человек. Если взять расходную часть бюджета, то могу сказать, консилительный бюджет на образование у нас практически превысил 13 миллиардов рублей в текущем году. Я внес проект закона на предстоящую перспективу на три года. Суммы у нас не уменьшаются, и в пропорциональном отношении никакие направления мы не сократили. Это практически, если взять, от консолидированного бюджета 30% расходуется на образование. Проводится целенаправленная политика по повышению заработной платы педагогических работников. Рост зарплат бюджетников остается ключевой темой государственной политики, как и обеспечение местами в детсадах жителей республики. До 2016 года планируется ввести почти 22 тысячи мест. Ольга Григорьева, Россель Мухаммедов, Республика.